Доброго времени суток, товарищи! С вами товарищ Прайм и Кармичаник Симулятор. Сейчас скажу, какая часть. 14-я часть. Я не ошибся. Продолжаем. Под прошлым видео мне написали, чтобы я открыл этот планшет. Человек написал. А почему я его не открывал? Потому что хотел сварочник открыть. Но что-то до сварочного аппарата, как я понял, мне очень далеко. И планшет был бы очень кстати сейчас. И хорошо бы было продать наш автомобиль, который я имею в караже личный уже. Так. Стоимость улучшения. Планшет. Раблокированный планшет позволяет покупать детали в любом месте вашего каража. Вот. Эту штуку мы открываем. И что такое? Разблокирую топливный манометр. Данный инструмент позволяет определить состояние деталей топливной системы. Для использования выберите его из кругового меню во время отсмотра деталей. Ну топливная система вообще небольшая часть, но ладно. Так. Что у нас? GDM автомобиль и американская классика. Тебя скорее всего надо... Тут у нас есть ничего нет уже. Я вообще забыл уже. Отдыхаю слишком хорошо, так сказать. Так. Список. Отремонтировать подведенные детали ходовой. Ходовой. Тормоза плохо работают. Устранить все проблемы в коробке передач. Тормоза и коробка передач. Давай-ка тебя, наверное, вот сюда сперва. Зачем? Почему? Чтобы понять, что с ходовой у него происходит. Чтобы всю машину не перебирать. Нажимаем. Нажимаем вперед и оттормаживаемся. Так. Правая часть. Ух ты. И... Саднее левое колесо. Надо было сразу посмотреть, какой допуск у него по процентам. Не подумал. Ну ладно. Скорее всего, только заднюю часть надо будет перебирать. Саднюю часть. Так. Понял. Все, давай обратно на подъемник. Так. Допуски твои какие? Да, 45%. Так. Вот эта сторона что-то не очень у нас, да? Значит, все это дело мы разбираем нафиг. Так. Сканирование. Вижу. Тут у нас в основном к тормозам, только плохо. Тормоза, тормоза. Ходовая часть с этой стороны живая. А вот с этой стороны не очень, я заметил. С этой стороны не очень. Так. Вот это мы дело снимаем. Это тоже, кстати, мы можем его просканировать. Нет, не туда. Что, красная горела? Что-то красная же была. А, вон. Красная, вижу. Ладно. Так, тут точно. Саленблоки живые. Вроде более-менее. Так, чекаем тормоза. Так, норм, норм, норм. Так, тормозной суппорт А. Тормозной диск. Два суппорта и один тормозной диск. Два суппорта А и тормозной диск. Одна штука. Вот так мы делаем. И вот так все это делаем и обратно устанавливаем. Блин, точно устанавливаем? Угу. Угу. Йес. И вот так вот. Отлично. Теперь сюда. Это дело мы собираем. Это дело тоже собираем. Я заметил, у нас какие-то суппорты запасные были, да? Или мне показалось? Допустим, показалось. Так, 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 так. Установка. Так, ну-ка, список. Саленблок, саленблок. Тормоза, вентилятор, диск. Угу. Сзади по подвеске у нас более-менее нормально. Так, сканируем. Тут вроде бы все хорошо. А если бы так мы сканировать будем, да, отсюда тоже видно, в принципе, может было колесо там не снимать. Так, диск, нижний рычаг и один саленблок. Значит, все это дело нам придется разбирать полностью. Так вот, так вот. Это тоже, это тоже минус ступица. Ага, перед термозащит. Нижний рычаг очень просто снимается. Ага. И один саленблок. Так, а ему рулевую рейку не надо трогать? Что-то она не в очень хорошем состоянии, я просто вижу. Ё-о-о-о, три саленблока. Так, что-то можем починить, может? Ничего, то что нам нужно. Так, нижний рычаг подвески и три саленблока, и один вентилируемый. Вентилируемый. Нижний рычаг. А, я же могу уже не подходить сюда, кстати. По привычке. Нет, туда. Вот сюда. А вот... Нет. Добавить в список. А-а-а-а. Все-таки это можно добавлять как-то в список. Нижний рычаг подвески. Нижний рычаг подвески. И три саленблока нам. Пожалуйста. Так, момент. Я как будто не закрыл окно. И на самом деле так и есть. Так, все, мы это дело купили. Теперь можем начать обратную установку. Один саленблок. Ага. И... Так, не понял. Почему? Нижний рычаг на подъемнике. А как... А как его снял я? В смысле? То есть, и до этого я смог его снять. Сейчас не могу снять. Так, как это работает? Интересно. Тормозной щит. Ступица, пожалуйста. И... Вентилируемый тормозной диск. И... Дисковые тормозные колодки. И... Тормозной суппорт. А. Ес. Так. И нам бы еще не забыть про подшипник. Ступица колеса. Потом колпачок. И само, естественно, колесико. Угу. Отлично. И сюда колесо обратно мы натягиваем. Потому что мы зря его снимали. Ну, как мы. Я. Так. По списку что у нас? А, деталь не найден. Отпустим, деталь ходовой. Так. Тормоза есть. Коробка в процессе. И все-таки я подозреваю. Я подозреваю. Что... У нас рулевую рейку тоже надо было снять. И знать еще что? Правильно. Так, погоди. То есть я могу сканировать части? Да ну нахрен. А это можно так проверять. Да ну. Нихрена себе. Вы прикиньте, я для себя сейчас что только что открыл. Можно зажимать левую кнопку мыши по указанной детали. И это значит, что я ее сканирую. А я-то думал, глазами я должен сканировать. То есть вот я нажимаю, сканирую, и он автоматически все сканирует. А это не так работает. И один хреном, кстати, опять кажется, снимать. Так. Вот оно как работает, оказывается. А я-то думал. Так, ну рулевая рейка не снимется, да? С этой стороны. Почему? Потому что нам нужно колесо снять. Потом также наконечник. Потом также мы тягу снимаем. А потом уже саму рейку. Я же говорю, рулевая рейка херово, очень. А вы мне говорите, нет, нет. Так, одну рулевую рейку получается и рулевая тяга. Вот рулевая рейка есть и рулевая тяга есть. Не может сразу приступать к монтажу нашему. Все, новое-новое для меня тут открывается. Тут просто инструкций никаких нету, а обучение довольно было непонятным. То есть там ничего не показывалось. То есть там дали просто тупо гараж. И ничего не сказали. Типа можно лазить, делать что хочешь. Разбирать полностью автомобиль. И все. А для меня типа этого недостаточно. Мне нужно хоть какое-то было описание данного процесса. Так, не понял. Не понял. Знаете, как? Тут же ничего нету. Тут кардан сквозь пол проходит. Эй, инженеры, вы где-то ошиблись. Кардан сквозь пол проходит. Там внутри не дует? Тогда едешь, нет? Нормально все. О, стартер внизу снимается. Это апупена. Апупена. Слово, конечно, вспомнил я. Интересное. Так, муфта выключателя. Потом диск нажимной. Корзина, точнее. А вот теперь диск. Сцепление и маховик. Все это дело мы... Так, раз, два, три, четыре. Так, ну, короче, весь комплект можем покупать. Без коробки передач. Вот это дело. Потом маховик обычный. Муфта и нажимной сцепление. Все это дело мы обратно закидываем. Закидываем и... Кайфуем с этого. Легкие бабки. Чек. Нет. Не легкие на самом деле. Так, и саму коробку. Не забыть натянуть стартер. Пожалуйста. Стартер. И, естественно, кардан, который проходит сквозь гребаный пол. Почему сквозь пол, я хрен его знает. Но разработчики данного видеоматериала... Не захотели доделать нормальный пол. Но, смотрите, он реально... Он реально проходит сквозь пол. Вот пол. Вот коробка. Можешь же было повыше сделать. Ё-моё. Ладно, хер с тобой. Вроде бы все. До свидания. Так. Ты давай на подъемник. Пожалуйста. И... Так, чё там? Я купил этот автомобиль у знакомого, которому срочно нужны были деньги. Друг уверяет, что машина справа, но её, как за стороны, кренит вправо. Ещё этот странный запах, как будто пахнет грибами. Насколько я знаю, он работает в офисе, а не грибы продают. Во всяком случае, проверить машину и сделать так, чтобы ей можно было пользоваться. Так. Непонятно. Ладно. Так. Извините, масло. Ну-ка, что-то интересное есть тут? Какой-то кабриолет. Такую, может, мы делали. Тут у нас с кузовом работы не хочу. У нас тоже нечем. И Мазерати. Опять с кузовом работы. Нет. RX-7 у нас только что уехал. Давай вот это возьмём. Тут коробка и тормоза нарисованы. Ещё одну машину, наверное, мы не загоним, да? Вот это, например, загоним. По итогу у нас... Ух ты! Аж целых четыре машины в гараже может стоять. И... Спортивная с полосками, с номерочком. А это просто старая. Так. Ну и, естественно, ржавая. Так. Тебя можно приподнять, а тобой надо сразу заняться. Чё у тебя? Чё болит? Говори. Надвигатель оваться с боями. Нужно заменить все фильтры, устранить проблемы с двигателем. А фобиль не заводится. Замените масло и масляный фильтр. Предведите общий обсмотр и мод коробка передач. Не выходит переключить передачу. Я чувствую это... Надолго. Так. Давай попробуем. Давай с первым мультиметром проверим. Может по электронику не очень полетело. Ну, прозванивается, уже хорошо. Только чё прозванивается, непонятно. Аккумулятор сдох, машина не заводится, понятно. И компрессометр. Компрессию проверим. Вы серьезно? Опять все это разбирать дело? Мое-мое. Так не хотелось. Так. Дерегулироваться с боями. У-у-у-у. Сейчас, сейчас, жеремой круг передач. Не уходит передач. Заметим масло, масляный фильтр. Давай поднимем до конца и сольем сразу масло. Один хрен масло, придется ему заменить. Первое, второе. Надо бы нам... Так. Это мы отметим. Так. Нет. Про это детали. Да, 32. Пожалуйста. Все это дело мы продали. Так. Пусть. Ладно, остается. Все коробки, что ли, по открывателю продать их? А, они только открываются, я понял. Однако, долго они открываются. Вот еще минус. Фильтры из хаборникова, 8 муха, в окно, все это ГЦЦ. Ладно. Давай следующий. Вот интересно, с этого ящика может вообще выпасть что-то реально годное? Что-то нужное? Типа, целый новый автомобиль, например. Но она вряд ли. Но зато блок может выпасть, я вижу уже. А блок нам, в принципе, может и пригодиться. Правда, это блок под джип, как я понимаю. Вранглер старый. Ремень, катализатор и генератор. А, коллектор, катализатор, прошу прощения. А, насос гидроусилителя. Выпал. А, не этот. Что я там говорил? Генератор. Генератор же я сказал. Вот этот диск прикольный. Еще одна карта у нас. Много коробок, много коробок. Все нужно их открывать. А вот сейчас у меня много предметов в моем инвентаре. Я их вообще могу убрать чисто на склад? Или они так и будут здесь маячить? Вот еще такой вопрос у меня интересный. Основание воздушного фильтра, крышка воздушного фильтра, шестерня распредвала. Продолжаем открывать. Еще одна карта. Так, нет, это не продаем. Это открываем. В принципе, по идее, все это дело мы можем просто продать. Будут бабки, но тут просто предметы интересного качества такого. Из-за этого их продавать неохота. То есть, от качества, по сути, зависит их будущая сумма. Ну, общая сумма машины, например, какой-нибудь. Из-за этого, если я хочу какую-то машину собрать, классную, то эти предметы, в принципе, могут пригодиться. И у нас на балансе, кстати, 51 тысяча от долларов. Ну, между прочим. Основание воздушного фильтра. Сколько у нас осталось? Еще пять. Еще пять ящичков. Анимацию как-то это можно быстрее мотать. Пока просто ценность этих предметов я вообще не понимаю. Типа, насколько они ценны, насколько их... Насколько это классно. Типа, ну, качество плюс пять, конечно, уже внушает такое доверие хорошее. Но все же, пока я этого не выкупаю, так сказать. Вот, диск, походу, интересный. Раз, два, три. Ага, диск, шкив коленвала. Ха! Открываем, открываем. И... Рулевая рейка. Ваш качество плюс два. Потом передней часть выхлопной системы и крышкой головки блока цилиндров. Нет, реально надо на склад уносить, потому что оно нахрен не надо мне. Сейчас я поставлю какую-нибудь развалюху, которая просто приехала на техобслуживание. Я даже не замечу же этого. А если замечу, то будет очень-очень поздно. Капец предметов. Так, карту мы сразу размечаем. 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 Так, все карты использовал? Карты, 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 карты. Вот еще одна осталась. Так, а теперь склад. Это у нас называется склад. Склад. Все. Коробка передач, кузов, коробка. Ага. Все-таки мой склад, это мой инвентарь. Блин. Мы можем только продать. Угу. А нет. Вот. Так. Так, это обычное, обычное. Вот необычное мы складируем. Необычное складируем. То, что мы купили в ошибке, тоже складируем. Но эта резина была не по ошибке куплена, естественно, а специально для автомобиля моего. Так. Вот это можем в инвентарь. Угу. Не вхрена себе тут сколько на двигатель. Так. Так вот. И вроде бы все. Осталось только обычное хрень у меня. Все. Во. Вот теперь получше. Вот теперь замечательно. Так. И, и, и. Я хочу, знаете куда? Так. Можно походить по сараем. Это первое. Я хочу. Я хотел бы. Автомобильный аукцион. Но почему-то он еще закрыт у меня. Тестовый трек. Сарай. Внедорожный трек. Автосалон. Ваш гараж парковка. Скоростный трек. Карты мастерской. А вот это что такое? Какого там, наверное, вы хотите выбрать? Допустим, какую вы... Карту вы хотели выбрать? Нет, ничего тогда. Странная херня. Так, ну давай. Вот этот сарай. Осмотрим, что там есть интересного. Может быть, куплю еще один автомобиль. Но это не точно. Это не точно. Классно было бы купить мустан какой-нибудь, но они очень-очень дорогие. Это я понимаю. Какая-то машинка. Двигатель. Смотреть нельзя, да? Ни хера непонятно. Так. Ну. Обычная машинка. Чего сказать. Вот вторая, кстати, такая же. Только черного... Черного или темного просто цвета. Непонятно. Так. А там что, металлоломы где-то есть? Руяль Бенка. Задний бампер. Пагань хуэра. Левый передний фара. Блядь, в каком-то сарае фары на Пагань хуэра. Какого хрена? Столько запчастей. Пагань хуэра, ты песто. Задняя часть кузова. Дед, ты чё, ты... Чисто чей-то батя собирает хлам в гараже. Типа пригодится. Пригодится. Ну, в принципе, да. Это можно потом будет продать. За хорошую сумму. Но это всё равно странно. Собирать всё вот это дело. Так, тут ничего. Металлолом. Остальный поддон. Ну, кстати, довольно большой гараж. Ой, сарай, я бы сказал. Большой сарай. Ничего интересного. Абсолютно. Так, я потом могу пройти? Могу. Руль какой-то. Сакураду эти 20. И всё, да? И как будто бы всё. Цесор, наверное, не смотрел. Я смотрел. Чип-фет бампер. Опять ящик один забираем, получается. Ну, я бы, конечно, забрал вот эту машинку. Вопрос, сколько она стоит. Блин. Её бы, конечно, я бы хотел в идеал установить. Она бы выглядела прям очень хорошо. Чё, почё? Цена автомобиля 25-302 тысячи. Чё, так дёшево? Ну-ка, название чё? В-8, нет, это не то. Tempest Magnum. Магнум. Ну, по сути, это у нас Dodge Charger. Dodge Charger. Дайтона. Чё, берём. 25 тысяч всего лишь. Купить автомобиль. Купить. Отлично. А, парковка. Всё правильно. Всё. Назад в гараж. В купить детали. Отлично. Классно. Но покрасочная камера нужна, конечно, чтобы такую машинку полностью установить. И не только. Не только. Ладно, пока всё, что есть, надо ремонтировать. Блядь, ну, пикап, пикап очень долго будет. У тебя чё? Тоже пикап, в принципе? Отвольшевить не уходит переключить передачу. Автомобиль шумит, не уходит переключить передачу. Подозреваю, почему он шумит. И подозреваю, почему передачу не получается у тебя переключить. Проверить после демонтажа. Только, да? Гантон-то, короче. Давай тебя снимаем. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Есть. И с этой стороны, пожалуй, то же самое сделаем. Нет, тут уже более-менее выглядит. Тут выглядит всё более-менее. Так. Допуски, пожалуйста. 52%. Так, выпускной коллектор 8 УХВ. А, у нас уже планшет есть, точно. Забываю. Выпускной коллектор В8 УХВ. Выпускной коллектор В8 УХВ. Выпускной коллектор. Выпускной коллектор. Выпускной коллектор. В8 УХВ. В8 есть. А УХВ не вижу. В8 УХВ. KHIJ KMV V8 Какого хрена Вот 8A вижу А вот он V8HV Я на нем держу курсор и не вижу Это тело мы сразу можем устанавливать В принципе И потом сразу же Поднимать машину Чтобы залезть И снять еще одну часть глушителя Закрываем Поднимаем Так а тебя можно опустить Потому что тебя один хрен надо будет разбирать снизу Так Сканирование Минус Минус Нормально Нормально Так Понял Не понял Не понял А У нас же Демонтаж не включен Так Средний глушитель И задний глушитель 8A HV Средний Средний глушитель И Задний Задний глушитель А Задний глушитель 8A HV Скорее всего он будет где-то вот здесь V8 вижу Охв Все Закидываем Есть Есть Карданный вал мы Удаляем Поворачиваемся Удаляем Коробка Стартер Стартер я сказал Коробка Так Сканируем Нормально 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 И Нормально Коробка Передач 8HV Коробка Передач 8UHV Ты Е-мое Коробка В коробках Лазер Почему-то сразу Общая Ищет Какого хрена Коробка Передач V8 Ухв Устанавливаем Назад Так Так И Карданный Вал Пожалуйста Карданный Вал Мы Закидываем Карданный 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 Я Карданный Все Так Есть Есть Все Так Кто первый Заехал Вроде Ты Нет Не ты 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 На подъемник Давай Так Сразу Продаем Все лишнее Угу Ооо Как же Это Капец Жестко Начинаем Начинаем Это Жопа Перебирать Двигатели Я надеюсь Намного Проще Чем Кажется Надеюсь Ну Одна голова Точно Минус Кстати Я вижу Ее Либо Ремонтировать Либо Менять Поддастся Ли Она Ремонту Вот В чем Вопрос Куда Ты Переключаешься Я Мотал Тебя Туда Я Не Мотал Тебя Туда Катушка 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 Так О Комплектом Снимается Классно Плюсы Свежих Двигателей Ага Плюсы Конечно Штанги Толкатель Один Хрен Снимать Надо В8 Вот он Какой Значит Да Аж Две свечи Используются На один Цилиндр Нихереть Минус 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 Коллектор Тоже мы Убираем Пожалуй О Голова-то Кликло Снялась Так Я Вижу Вижу Что Правильно Вот эту Штуку Датяжителя Ремня Куда Ты Меня Переключил Шкип Коленвала Так Список Как-то Обновился Катушка Зажигания И дальше Неизвестно Да Шкив Коленвала Нет Тут Один Хрен Полностью Придется Все Разбирать Блин Это Печально А так Не хотелось Любая Работа С двигателем Если его Надо Перебирать Очень Очень Объемная Если Это Не твоя Машина В принципе Копаться В нем Особо Не Интересно Так Можно Приблизить Пожалуйста Спасибо В смысле Промахнулся Другой Штанг Минус Минус Прин По сути Вот эти Штуки Можно мелочи Не снимать На самом Деле Но Тут Система Не даст Этого Сделать Типа Это В обязательном Порядке Снять Надо А на самом Деле Не надо Такая Вот Хрень Так Что Нам Еще Вот Это Кстати Надо Разобрать И Снять Воздушный А воздушный Фильтр Воздушный Фильтр Москобы Конечно Особо Неудобно Снимаются Так Здесь Мы Все Сняли Здесь Нам Придется Тоже Все Снять И Аккумулятор Кстати Блять Что Я снял Еще Я Вентилятор Похоже Снял Или Нет Или Да Чисто Случайно Несанул По Вентилятору Сейчас Уже Вообще Еще Непонятнее Все Где Я Нахожусь Что Я Делаю Вот Так Вот Водяной Насос И Крышку Наконец Мы Можем Демонтировать Демонтировать Ё Цепь Цепь Правильно Снимаю Шестерня И Сам Распредвал Которому Хана Коленвал Мы будем Снимать Снизу Его Капот Потолкнет Не упирается Там Не упирается Нормально Так Масляный Тихо 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 Я помню Я помню Я не забыл Это Сюда Конечно Ничего страшного Что мы Сто Долларов Теряем Но Особо лучше Не забывать Об этом Так Сюда Вот Сюда Отлично Отлично В принципе Все Выглядит Хорошо А Погоди А Все Выглядит Реально Хорошо Зачем Полностью Разбирать Нам Нужно Заметь Вот Раз Поршень Два Штучка И И Маховик Да Это Кстати Вопрос Надо Будет Нет Проверим Зачем Все Разбирать Если Можно Не Все Разбирать Сейчас Мы Выясним Что Да Как Дальше Будем Делать Выводы Прав я был Или Нет Ну да В принципе Раз Два Две части Износ у нас 72% Вот и Все Вот Отлично Вот это Раз Вот это Два Так Так Раз Два Так Опускаем Вопрос Все Ли Так Просто Так Че Мы Ё Вовнутрь Прям Ценит Меня Так Нам Блин Нам в любом случае Коленвал мешает Да Все 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 Просто Конечно По Любому Где Я Я Заблудился Подожди А Капец Он Так Высоко Так Мы Начинаем Отсюда Сначала Все Откручивать Очень Просто Конечно Я Знал Что Где То Ошибаюсь Знал Но Решил Не Подавать Вида К сожалению Не Получилось Да Снимайся Ты Так Вот Ага Так Вот Так Вот Так Выхлоп У нас Вроде бы Нормальный Значит Сразу Можно К коробке Приступать Снять Наш Любимый Карданный Вал Который Я не могу Что-то Снять А Вот Получается Получается Раздатка Е-мое Не попадаю Раздатка Минус Стартер Минус Коробка Минус Блин Я заметил Электромузыка Меня Немного Подзадолбало То есть Рок И классика Намного Лучше Как-то Влияли На Атмосферу В этом Гараже Даже Если Немного Надоедало Это Так Радио Переключить Станцию Ну-ка Миксер Что-то У нас Ну Такой Себе Ну-ка Радио Бродкаст Прошлый раз Что-то Играло Непонятно Что Играло Ладно Я обратно Рок Поставлю Почему Потому что Мне Рок Больше Нравится Все-таки Так И Теперь Мы снимаем Наши Поршни 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 Я сказал Так А можем Снять только Один поршень Да У нас только В принципе С одним Проблема Ну и Второй Типа И проверяем Список Наш Пополнилось Что-то Все-таки Все Придется Снимать Все Смотреть Что-ли Да Хрен Там Был Хрен Там Плавал Так Оно Не Работает Так Теперь Список Что у нас Крышка Воззорных Фильтры Катушка Катушка Нам Главное Чтобы Все В списке Было Деталь Ненайдена Еще Что-то Осталось Катушка Зажигания Так У нас Какие-то Две Детальки Ненайдены Какие-то Две Детальки Ненайдены И Меня Это Немного Настораживает Но Я Подозреваю Кстати Какие Детальки Подозреваю Какие Детальки А Вы Подозреваете Подозреваю Что вы Не Подозреваете А вот Я Подозреваю Бензобак Где у Нас У У Меня В Пол Затолкали Так Топливный Насос Это Раз И Топливный Бак Это Два Теперь У Нас Список Так Топливный Насос Это Ладно Так Еще Одна Какая-то Деталька Так Топливный Насос Так Это Мы Можем Установить Обратно С Нем Все В Порядке Так Еще Раз Двигатель Работает Со Сбоями Что-то Я Не Перебрал Что-то Не Разобрал Что-что-что-что Тут Просто Нечему Уже Коленвал То Он Вроде Нормально Выглядит Коленвал Выхл Что Еще Ему Надо Опять Колесо Непонятно Непонятно Блин Вау Когда Что-то Перебрать Можно Тут Еще Навряд Ладно Непонятно Непонятно Ладно Что-ж Следующей серией Будет Сборка Этого Автомобиля Что-ж На этом Мы Завершаем Завершаем Огромное Спасибо вам За просмотр Товарищи Увидимся В следующем Видео Подписывайтесь На канал Ставьте лайки И До скорой Всем встречи Товарищи Продолжение следует